Друзья, сразу признаю, что ссылка на ролик была антикликбейтная и угнать ваш Wi-Fi можно намного быстрее, чем за 60 секунд. Ведь злоумышленнику или специалисту по безопасности достаточно провести деуинтентификацию и перехватить рукопожатие между вашим роутером и гаджетом, а потом расшифровать его в комфортной обстановке. Сам процесс получил название вардрайвинг. Вардрайвинг дословно боевое вождение. Это практика сканирования окружающих беспроводных сетей Wi-Fi с помощью устройств, таких как ноутбуки или смартфоны, часто в движении на автомобиле. На практике используются сетевые адаптеры для усиления сигнала, например, такие до 300 метров и такие для расстояния в несколько километров, а то и десятков километров. Целью является обнаружение доступных сетей, определение их параметров, таких как сила сигнала и тип защиты. Все это может быть использование для различных целей, включая как улучшение сетевой безопасности, так и потенциальные кибератаки. Злоумышленник получает несанкционированный доступ к вашей конфиденциальной информации, может внедрять вредоносное ПО, подслушивать трафик, подключаться к камерам и микрофону, устанавливать ботнеты, проводить боковые перемещения и вообще здесь он ограничен лишь полетом своих фантазий. Давайте обо всем по порядку. Для злоумышленника ключевым моментом является перехват хендшейка, оно же рукопожатие. Ваш смартфон или компьютер отправляет сообщение SIN от слова синхронизация. Роутер в ответ также посылает сообщение SIN и добавляет подтверждение ACK. Устройство в ответ отправляет ожидаемые роутером данные, а именно подтверждение на установку соединения ACK. Если все получаемые данные были верны, устройство подключается к сети. Сам процесс я немного упростил, но для понимания, что такое хендшейк, этого вполне достаточно. Поэтому хакеру после угона хендшейка достаточно его расшифровать и он станет обладателем доступа к вашей сети. Теперь перейдем к тому, как это происходит на практике. Ну что, друзья, телепортировались ко мне в студию. Начнем. Открываем сразу два терминала. На будущее откроем еще один. Первым делом вводим и в конфиг и смотрим все наши сетевые адаптеры. VLAN 0 это интерфейс нашего вай фай адаптера. Следующий шаг команда airmon ng checkkill. Остановит все лишние процессы, которые могут помешать нашей работе. Далее запускаем наш сетевой адаптер VLAN 0 в режиме монитора. Делается это команда airmon ng start vlan 0, после чего он будет мониторить все существующие сети и сможет получать пакеты, которые ему даже не адресованы. Как видим режим монитора готов. Команда airmon ng vlan 0 mon запускает сканирование сетей вокруг нас. Как видим идет сканирование сетей. После того как сканирование сетей произведено и установлены все необходимые данные, данные целевой сети, а именно нам известен канал, на котором работает наша сеть. Адрес устройства и MAC адрес точки доступа. В данном случае это наш роутер. Очистим. Следующие две команды основные. Для этого я открыл для наглядности два терминала в самом начале. С помощью этих двух команд и осуществляется перехват handshake. В первом мы вводим MAC адрес сканированной сети роутера, номер канала и путь, куда будет сохраняться наш handshake в эту вот папку. Вторая команда отвечает за деунтификацию устройства. Устанавливаем количество пакетов деунтификации. Их 10. Думаю достаточно будет. Мак адрес роутера и MAC адрес подключаемого устройства. Запускаем наше сканирование. Здесь должен появиться handshake. И запускаем деунтификацию. Как видим пошли пакеты деунтификации. Всё, handshake перехвачен. Вот он. Вот он находится в нашей папке. Папфайл. Единственное что теперь осталось это расшифровать его с помощью следующей команды. Здесь нам будет необходимо установить путь к словарю с паролями, MAC адрес целевого роутера и путь к handshake. И запускаем. Пошел перебор паролей. Здесь мы видим оценочное время для перебора всего словаря, прошедшее время и мелькают перебираемые пароли. Как видим перебор остановился и пароль был успешно расшифрован. Вот он наш пароль. Теперь вернем все в исходное состояние, а именно выведем адаптер из режима монитора. Делается это следующей командой. Готово. И запускаем менеджер сети. Теперь все работает в штатном режиме. Ну что друзья, вы сами все видели. Угнать ваш Wi-Fi довольно легко. Возможно ли полностью защититься от взлома? Пожалуй что нет. Возможно взломать любой пароль. Но возможно усложнить этот процесс максимально. Используйте последнюю версию ВПА. Третью версию. Регулярно обновляйте прошивку маршрутизаторов и устройств. Внедряйте сложные пароли. Отключите автоматическое подключение клиентских устройств. На этом пожалуй все. Жмите лайк. Кнопку сабскрайб. Это так же просто как взломать Wi-Fi. Вам не сложно, а мне приятно. Увидимся. Увидимся.